Добрый вечер! Здравствуйте! Здравствуйте! Я бы хотела поговорить с вами. Добрый вечер, да. Про кого бы я хотела с вами поговорить? А хотела бы я поговорить с вами, не меньше и не больше, как про нас самих, про нас любимых, да, и про тот мир, в котором мы живём. Но сначала, наверное, я хотела бы поговорить про нас. Что, про что говорить про нас, да, вот тот, кто ещё не слышал, только что пришёл, я хочу сказать, что мы начинаем этот урок разговором про нас любимых. Как мы реагируем на свои поступки? Как мы реагируем на что-то, когда мы сделали ошибки, да, ведь ошибки у нас могут быть из-за невнимательности, да. Иногда эти ошибки из-за невнимательности, они обиднее крупных ошибок, хотя бы потому, что нам кажется, что такие ошибки легче предотвратить. Что хочу сказать, что важно помнить, что время от времени абсолютно все люди совершают ошибки. Именно таким образом устроен человек. У народов мира есть такое понятие, как «цвятой человек», да, и по отношению к такому человеку, отношение всех окружающих, соответственно, что этот человек непогрешимый. Что же происходит у нас, у евреев? Да, все наши праотцы, все великие люди, Авраам, Ицхак, Яков, даже царь Давид и много-много других царей, которые были после него, они были все людьми. Они были просто людьми, которые ошибались, да, или, может быть, можно так сказать, а может быть, нельзя, грешили, да, при этом, что они были величайшими из людей, стояли на необыкновенно высоком предистале, мы никогда не сможем, скорее всего, до них дотянуться, да. Тем не менее, то, что для них считалось грехом, мы на нашем уровне, скорее всего, даже не сможем понять, настолько на высоком уровне они были, да. И тем не менее, Всевышний взыскивал с них и наказывал их. И можно было бы спросить, ну как же, но они такие праведники, они сделали так много, их поступки, скажем, Муше Робейну, да, великий человек, он, благодаря ему вообще на этой земле происходит, ну, произошло самых важных событий для нашего народа, очень много. И тем не менее, этого человека Всевышний тоже наказывает. И обидно, это такой праведник, да, за одно маленькое прегрешение этот человек получает наказание. Звучит немножко странно, да, нам казалось бы, ну, можно подумать, что человек хороший, да, ну, чуть-чуть, где-то немножечко ошибся. Почему? Его надо наказывать, и наказывать иногда очень-очень строго. И что можно тут сказать? Что человек, чем ближе он для нас, и чем для нас, или наоборот, до Всевышнего, да, то есть он приближается максимально к требованию Всевышнего о том, каким он должен быть, как себя вести. И на такого человека возложена особая ответственность. И, соответственно, если на нём такая большая ответственность, да, именно из-за этой ответственности и судят этого человека по мере суда. Вряд ли вы когда-нибудь услышите, я очень надеюсь, что вы никогда этого не услышите, да, что кто-то говорит, что вот, есть такой большой праведник, ну, вот он копейку по ошибке не додал. Случалось, случилось, да, пошёл в магазин, не додал копейку, или ещё что-то, или копейку украл вообще, да. То есть слышать такое просто невозможно. Когда мы знаем больших людей, нам невозможно не то что услышать, даже подумать такое, да. Ну, а от простого человека мы можем такое услышать. Вот украл, да. Я хочу вас спросить вот такой простой вопрос. Как бы нам хотелось, чтобы устроен был наш мир? Ну, если кто-то не постесняется и сможет даже написать, то напишите, о какой справедливости каждый из вас мечтал по отношению к себе. Что бы вам казалось честным и справедливым, что бы было в этом мире, что бы произошло по отношению к вам. Что бы честно случилось в вашей жизни. Что вам полагается, да. Если кто-то не постесняется рассказать о себе, это будет прекрасно, потому что все мы, естественно, с этого учимся. И были ли какие-то несправедливости, произошедшие с вами в жизни? Пока, может быть, кто-то там пишет и думает. Я хочу сказать, что все, наверное, многие знают, что я шатханит, да. И вот многие люди приходят ко мне, и что они считают? Какое видение у большего количества людей, которые ко мне приходят? Они считают, что я сразу, сразу же должна вынуть и положить на тарелочку богатого, умного, воспитанного, религиозного, или наоборот, нерелигиозного, каждый на своем уровне, да, мужа или жену. Да, я бы могла много чего перечеркнуть, какие качества просят, каждый мог бы подчеркнуть в этом именно то, что для него важно. Но представьте себе, да, пришел ко мне человек, я его вижу 5-10 минут, полчаса, тебя рассказал, и он считает честным и справедливым, правильным, да, что ты сейчас же дашь ему то, что он просит. А если ты это не делаешь, то люди очень сильно обижаются. В их понимании справедливо. Если бы я сразу по их желанию и по просьбе могла бы вынуть и дать желаемое. Каждый из нас хочет, чтобы мир, в котором он живет, был бы устроен справедливо. Но именно так, как ему кажется, что это должно быть справедливо. Мне лично кажется, что мне должны платить там за шидух, за мою работу. Да, но часто так бывает, что понятие о справедливости у той страны, которой я сделала шидух, оно совсем другое. И это понятие не входит в его закон. У нас сказано, что Всевышний не оставляет без внимания ни одно доброе дело, как бы оно мало ни было. Но также не будет оставлено ни одно, даже самое мельчайшее плохое. Как бы нам это было не тяжело и неприятно понять, но любое хорошее и любое плохое дело, оно все проходит перед Всевышним. И каждый наш поступок, абсолютно каждый, он раскрыт перед Всевышним. Тем не менее, как с чего я начала, что надо понимать, что Всевышний создал наш мир таким образом, что у каждого из нас есть возможность существования недостатков, те, что можно назвать, грехи, и пользы, которую приносят добрые дела. И также Всевышний построил абсолютные методы управления, которые вращаются именно вокруг этих наших плохих или хороших дел. Хочу задать еще вам один вопрос до того, как мы идем дальше. Как вы думаете, есть ли польза от наших добрых дел? И отнимает ли что-нибудь у него наши дурные дела? Что вы думаете? Посмотрю, есть ли кто-то, кто бы ответил. Вижу, пока сегодня людям непросто отвечать на эти вопросы. Сказано в книге Йова. «Если согрел ты, что это сделает ему? И если праведен, то что это даст ему?» Есть ли у вас ответ на тот вопрос, который я вам задала? Именно в этом мире и в рамках правления Всевышнего возникают такие явления, как заслуга или вина человека. И можно сказать, конечно, что исполнение заповеди приносит пользу, а нарушение – ущерб. Согласны вы с этим или не правильно? Но подумайте, что не имеется в виду польза или ущерб для самого Всевышнего. И это очень важно понимать. Польза или ущерб с точки зрения того, что он хочет сделать с нами. Очень важно понять именно это. Мы делаем не для него хорошие и плохие дела. В книге Дворим сказано, что так же, как человек наказывает сына, так же Всевышний и наказывает тебя. То есть наказание, которому Всевышний подвергает наш народ, Израиль – это не дай бог, не месть и не какие-то удары врага, а наоборот – это следствие его любви. Когда любви к Мишлей, написано там, «Плеющий розыску ненавидит сына», а любящий его наказывает с малых лет. То есть наказание, правильное наказание, как я сказала, не месть, не злость, не обида, не то, что вам, я не знаю, ребёнок что-то плохо сделал, и ты разозлился, и бах, кто-то так наказал, кто-то так, кто-то дал оплюху, кто-то по попе. Нет, да, ни в коем случае никогда детей нельзя так показывать. И так это нам показывает, как устроен этот мир. Никогда Вышний не примет решение по отношению к нам, «Ах, ты сделал так, вот получишь так и сяк». Нет, да, это взвешенные для нашего же, для нашей же Тувы, для того, чтобы нам было хорошо, сделаны наказания. И поэтому мы понимаем с вами, что любовь, она рождает, она рождает наказание. Иногда я жалею, что я, когда воспитывала своих детей, не всегда это понимала. И были у меня разные промежутки времени, когда я брала воспитание полностью в свои руки, и, соответственно, были времена, когда я наказывала их. Да, я вижу очень большую разницу, когда сейчас вот дети выросли, тех детей, которых одержала в строгости, и которые в менее строгости, потому что, когда ты думаешь о самых простых ребёнка, маленьких, то это как-то уже, да, и более жалеешь его, и тебе кажется, ну что, я буду его дёргать, да, это неправильно. И это очень важно понять, что поскольку существование этого мира в наше время, да, это служение человека, зависит от качества правосудия Всевышнего. Этот мир, он предназначен для раскрытия Всевышнего и раскрытия справедливости Всевышнего, да. И цель этого мира, это иногда, это может быть звучит даже очень тяжело, но цель этого мира – это применение к нему справедливого суда. В псалмах сказано «откроется Всевышний верша правосудия». Это значит, что нет ничего хорошего для мира в том, что Всевышний иногда позволяет злодеям поднимать голову, творить безобразие, а при этом праведники находятся в тяжёлом состоянии и плохое начало побеждает. И от таких вещей понятно, что в мире может произойти только зло. А добро – это когда Всевышний вершит свой суд и наказывает людей, которые совершают злодеяния, да, и наоборот праведников, которые совершают хорошие поступки, возвышает. Тем не менее, вы скажете, ну смотри, ну не знаю, как вы, но я, к сожалению, да, часто встречала людей, которые ведут себя очень нехорошо, да. Я не буду говорить, что это злодеи, но тем не менее люди совершают плохие поступки и при этом они живут припеваючи. Что же с этим, да, а наоборот, люди, про которых ты смотришь, видишь, боже, ну это же полный цадик, полный праведник. Почему ему так тяжело? И говорится, что в то время, когда злодеи совершают плохие поступки, на это, конечно, не всегда и не сразу, Всевышний, он как будто замирает, как будто он засыпает. Почему он это делает, как вы думаете? Он даёт человеку возможность исправить то плохое, что он натворил. Наказание, оно всё равно придёт, да. То есть надо понять простую вещь, что если бы Всевышний хотел на самом деле управлять этим миром только с помощью абсолютного добра и милосердия, то не было бы в этом мире никакого зла, да, и тогда бы именно в милосердии Всевышнего, не в нашем, я говорю сейчас про милосердие Всевышнего, и тогда бы именно в этом милосердии было бы исправление мира. То есть понимаете, какая ситуация? Всевышний специально привёл зло в этот мир для его равновесия и правильного управления нашими поступками, для того, чтобы нам помочь. Понимаете? И для того, чтобы было только добро, если мы хотим, чтобы было только добро, то мы должны понимать, что изначально не должно у нас с вами быть даже такой возможности совершить грех, да. Тогда бы не было места, если бы мы не могли совершить грех, тогда бы не было места тому, чтобы давать нам наказание, да, не было никакой возможности повредить добро, и с Божьей помощью мы все очень это ждём, так оно будет в самом ближайшем будущем, да. То есть я думаю, что вы все поняли некую аксиому, вы её знаете без моего урока, это точно, что Всевышний не хочет уничтожения Израиля, он хочет, народу Израиля, евреев, как хотите скажите, он хочет, что он хочет? Исправление, он хочет исправление нашего народу. То есть из всего того, что мы сказали, получается, что когда Всевышний благословен к своему миру, он им управляет с помощью суда, очищая его от зла понемногу или сразу, когда как, да, и тогда всё, что происходит в этом мире, оно исправлено и благословенно, и всему соответствует успех. Когда же нет заслуг в мире, и зло, плохие поступки набирает силу, Всевышний говорит, я сокрою лицо, да, всё, не буду смотреть, что происходит, и в этот момент, когда Всевышний надеется и даёт нам шанс сделать тшуву и раскается в том плохом, что мы делаем, тем не менее, обычно злость усиливается, глупость усиливается, и мудрость унижена, хорошему человеку всегда плохо, истина забыта, и в этот момент происходит разрушение и уничтожение всего хорошего, что есть тут. Если бы истинным намерением Всевышнего было только наказать злодеев, то мир бы уже давно был разрушен из-за них. Вы помните Содом и Гаморру, как было, когда Авраам Авину просил, ну хотя бы, говорят, хотя бы там 10 праведников, ну хотя бы трое, ну хотя бы один, да, не разрушай. Когда нет никого хорошего, ни одного хорошего действия, этому миру нет возможности, нет права на существование. Но желание Всевышнего не разрушить, да, а наоборот, принести в этот мир добро, поэтому те неприятности, притеснения, наказания, я не буду говорить слово короны, я пытаюсь специально не произносить это слово на уроке, потому что все постоянно его уже заездили направо и налево. Но это тоже как один из примеров. Так вот, все эти притеснания, то, что там происходит, это происходит от его любви к нам, потому что его желание, это то, чтобы существование этого мира могло осуществиться, даже в то время, когда, к сожалению, у нас нету много заслуг. И поскольку у нас нету много заслуг, то мы ослабеваем, да, и тем не менее, даже когда у нас нету этих заслуг, Всевышний поддерживает этот мир. Вместе с тем, мы должны точно знать и понимать, что есть другой образ правления, которые наступят, когда возрастут заслуги Израиля. Это те самые заслуги, на которые Всевышний нас постоянно подталкивает тем или иным образом. И это то самое время, про которое мы говорим, что Всевышний изменит состояние мира к лучшему, уничтожит все зло абсолютно, не будет зла, да. Почему? Потому что не будет дурного начала в наших душах. И поэтому не будет никакого ущерба и даже, как говорится, не будет смерти, да. Мы слышали воскрешение мертвых, люди будут жить, есть разные совершенно как бы теории о том, как это будет, то ли седьмое тысячелетие, которое придет, мы все здесь будем жить, и это будет называться Ганеденом, именно этот мир, или будет воскрешение из мертвых, и что до этого, и что потом. Это очень интересные вещи, которые мы с божьей помощью с вами, если будет на то возможность, выучим на следующих уроках. А сейчас мы должны понять, что правосудие, если мы все будем правильно делать, оно просто не понадобится, поскольку мир будет управляться только милосердием, да. А поскольку милосердие – это сфера хэсэд, а мы находимся с вами в сфератаомер, да, и мы уже проходили, что такое хэсэд. Каждый день в этом отчислении, в этом счете, оно имеет свое особое значение, да. Интересно, что в Роша Шана, когда нас судили, мы можем сделать так, чтобы вот то, что происходит с нами в Роша Шана, оно было притянуто, притянуто сейчас в этот сфератаомер именно для нас. Сейчас мы можем изменить то, что, в принципе, нам будет написано в сфератаомер. То есть изменить и то, что с нами произойдет и в этом году, и в следующем, потому что в день Роша Шаны у нас уже будет тот самый приговор, который мы получим за все то, что мы сделали в сфератаомер. И хочу сказать, что когда мы взываем к Всевышнему, мы взываем 13 милосердия Всевышнего, да, и источник этого – это молитва Моше после греха Золотого Тельца. То есть, понимаете, грешили, как я вам сказала, даже наши отцы, даже те люди, которые мы говорили, что были на самом высоком уровне, а все вышедшие из Египта про них вообще говорили, что они как пророки, да. Тем не менее, вот, история такое. И вот в отношении этих 13 качеств милосердия есть некая дискуссия между нашими мудрецами. Есть те, которые говорят, что смысл их произнесения – это сделать так, чтобы Всевышний проявил эти качества в отношении нас, да. А другое объяснение говорит, что мне должны иметь, иметь как бы, не должны взывать к этим качествам Всевышнего, нам самим необходимо жить с этими качествами. И тогда у нас что получится? У нас получится мера за меру, да. Всевышний будет поступать с нами так же, как и мы, то есть согласно этим качествам. Я думаю, что мы всё не сможем, да, не сможем до конца действительно понять и меру правосудия, и меру милосердия. Мы должны помнить только одно для себя, да, мера за меру. Как мы будем относиться к другим людям, так в результате и жизнь повинется к нам. И даже если нам сейчас кажется, этот поступил со мной так, и этот сделал неправильно, и этот меня обидел, и от этого пришло то или другое, вы не переживайте. Всевышний никогда не остаётся должен. Да, всё, что с нами происходит, под его желанием. Всего вам хорошего. До свидания. До следующей недели. Субтитры